Что не урок, то новый робот. Это тезис в основе образовательной программы школы Академия Гения. В каждые выходные сюда приходят ребята, чтобы научиться конструировать и программировать роботов. И вот воспитанники детского дома «Звездный», они занимаются здесь второй год, показали, чему научились. Будущее за робототехникой. Дети, которые сейчас рождаются, они, можно сказать, родились с гаджетами в руках. И то, как они будут умело ими пользоваться в дальнейшем, позволит им выбрать свою специальность, профессию и просто быть на «ты» с любым электронным устройством. А это, на наш взгляд, очень важно. Для того, чтобы выполнить задание, нужно полтора часа. Ребята тянули жеребий, и каждой команде достался свой робот. Такого они уже делали на уроках. Педагоги признаются, с одинаковым успехом справляются и мальчишки, и девчонки. Само занятие состоит из нескольких частей. Это «посмотри», «изучи», «сконструируй» и «запусти». «Посмотри» — это мы изучаем прототип робота. То есть, если, например, собираем самолет, рассматриваем, какие есть самолеты. «Изучи» — непосредственно это, из чем состоит конструкция, какие-то механические аспекты. «Собери» — это дети сами собирают по инструкции. Также у нас имеется в течение занятия перерыв. Как правило, когда дети все соберут, делаем перерыв. И после этого обсуждаем программирование, и дети сами программируют. Также есть инструкция. Это раздел «узучи». Малыши на занятиях начинают с самого простого. Ребята постарше учатся языкам программирования, вплоть до промышленных. Это называется «биплан». Мы собираем «биплан». Этот «биплан» может вертеть своим винтом, когда будет собран. Мы собрали его из смарт-хаба, который передает нашу энергию на двигатель. Бесплатное обучение детей таким программам стало возможно благодаря созданию НКО на базе Академии гениев. Сейчас бизнес зачастую уходит в некоммерческий сектор, развивая социальное предпринимательство. Сейчас есть указы президента, и в них есть направления, такие как здравоохранение, образование. Они предусматривают много задач, которые решаются не только государством, но и с участием бизнеса. И, наверное, здесь появляется все больше и больше пересечений. Ребята обратились к нам в ресурсный центр. Они чувствуют определенную социальную ответственность в своем бизнесе. Они параллельно сделали некоммерческую организацию «Мир детям». Это, наверное, один из таких ярких примеров активности и направления работы в социальном бизнесе, которые есть в регионе. Окунуться в мир робототехники достаточно просто. Каждый вторник педагоги совершенно бесплатно обучают школьников 7-8 лет. Занятия начинаются в 16.00. Чтобы стать частью команды будущих программистов и инженеров, достаточно написать заявление. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.